Достижения германской школы танкостроения вызывают безусловное уважение. Инженерные решения, использовавшиеся в немецких танках Второй мировой войны, находили применение даже в технике, строившейся годы спустя. Но тефтонский гений не зря зовется сумрачным. Достаточно вспомнить болезненное пристрастие немцев к сверхтяжелым танкам. Принято считать, что виновник этого сомнительного увлечения Гитлером. Однако еще задолго до его прихода к власти, в конце Первой мировой войны был разработан и строился танк Колоссаль, 150-тонный монстр с четырьмя орудиями и экипажем из 22 человек. Закончить работу помешало окончание войны и поражение Германии. Так что правильнее будет сказать, что Гитлер всего лишь превратил случайное увлечение в нечто вроде стабильного хумопомешательства. Справедливости ради надо отметить, что и другие страны тоже этим болели. Советский Союз проектировал 120-тонный танк КВ-5. Американцы к концу войны построили три громадные противотанковые установки Т-95. Японцы довели до макета разработку 100-тонного трехбашенного танка ОИ. Ну и французы не остались в стороне со своим ФСМ-2С. Но все это были отдельные проекты. А Третий Рейх поставил работы на широкую ногу. Говорят, что немцы пошли на создание заведомо бесполезной машины исключительно от отчаяния. Это в корне неверное мнение. Работы над супертяжеловесами были начаты еще в 1941 году. Тогда фирмой Крупп проектировался 72-тонный танк, вооруженный 105-миллиметровым орудием. Потом эта же компания придумала еще и 90-тонного льва, работы над которым были остановлены после того, как Фердинанду Порше дали добро на постройку Мауса. Нельзя пройти мимо двух проектов, которые иначе как курьезными назвать нельзя. Автором первого был инженер Гротте, который в тридцатые годы работал на СССР и уже тогда шокировал военных своим сухопутными крейсерами. Гротте предложил немцам тысячетонное чудовище под названием Ратте. Вооружать это исчадие ада предполагалось корабельными орудиями. Второй проект, переплюнувший даже Ратте, разрабатывала фирма Крупп. На него в качестве пушки должны были поставить 800-миллиметровое орудие Дора. Министр вооружения Шперд сохранил остатки здравого смысла и зарубил на корню прекрасные порывы гениальных конструкторов. Единственным сверхтяжелым танком, который Германия построила полностью, был Маус, профессора Порше. Контракт на его разработку был заключен в 1942 году. Порше должен был построить танк массой 160 тонн, вооруженный двумя орудиями 150 и 105 миллиметров, слабовой броней толщиной 200 миллиметров и бортовой 180. Проект назвали «Мамонтом». В декабре 1942 года название изменили цель секретности на «Мышонка». Фердинанд Порше отвечал только за работу над проектно-технической стороной. Внедрять разработку в производство должен был Альберт Шпер. В заданный предел массы Порше уложиться не удалось. Стремление создать машину, которая была бы максимально защищена со всех сторон, а также проблемы с комбоновкой стали причиной того, что в итоге Маус весил 188 тонн. Такую тяжесть не выдерживал ни один стационарный автомобильный мост, не говоря уже о понтонном. Поэтому создатели танка сразу же сделали его конструкцию, максимально защищенной от проникновения влаги и разработали систему подводного вождения. Теоретически танк мог преодолевать водные преграды глубиной до 8 метров, но в действительности даже небольшие водоемы, вероятнее всего, стали бы для него могилой. Проходимость Мауса также оставляла желать лучшего. Отчеты о полигонных испытаниях в Бевлингене дают ей излишне позитивную оценку. К примеру, там написано, что даже при погружении гусеницу в грунт до 50 сантиметров, танк сохранял подвижность. При этом умалчивается о том, что практически все 100 километров своего пути на испытание, машина прошла исключительно по дорогам и твердому грунту. А единственный случай испытание бездорожья закончился тем, что Маус увяз чуть ли не по самую крышу. Его смогли вытащить только после того, как откопали. Выше было упомянуто оборудование подводного вождения, но какой в нем смысл, если танк намертво увязнен в Донном Иле? Существует аксиома, танк должен быть мобильным. Смысл танковых войск заключается именно в том, чтобы совершать броски на большие расстояния, охватывать вражеские части, наносить удары во фланге и тыл, как при наступлении, так и при обороне. Маус совершенно не соответствовал этому принципу. Ездило откровенно плохо. Возможно, он был настолько хорошо защищен, что мог сойти за своего рода передвижной дот, способный сдерживать натиск больших сил противника. Тоже нет. Во-первых, толстая броня Маус была низкого качества. На момент его строительства Германия испытывала жесточайший дефицит молибдена, необходимого для изготовления качественной стали. Плохая броня не только лучше пробивалась снарядами, но еще и трескалась и откалывалась. Попадание снаряда в машину вышибало с внутренней стороны осколки, которые могли убить экипаж и повредить внутренние узлы танка. Фактически, по своему уровню защищенности, Маус соответствовал тяжелым танкам массой 60-70 тонн. Во-вторых, огромные размеры делали танк Порше отличной мишенью для авиации, а попадание бомбы Маус не пережил бы. То есть и здесь его полезность под вопросом. Пожалуй, единственное, что можно зачислить в плюс Маусу, его главное орудие, калибра 128 мм. Эта пушка гарантированно пробивала любой танк противника с дистанции до 2500 метров. Подобным результатом не мог похвастаться ни один танк антигитлеровской коалиции. Правда, заряжание орудия было раздельным, поэтому скорострельность ограничивалась тремя выстрелами в минуту. Тем не менее, 128-мм пушку однозначно следует отнести к достоинствам. Второе орудие калибром 75 мм было уже сомнительным элементом. Чтобы стрелять по целям, не заслуживающим тяжелого снаряда, хватило бы и автоматической пушки. Причем было бы неплохо, если бы эта пушка имела сектор поражения, максимально приближенный к круговому. Дело в том, что башня у Мауса поворачивалась очень медленно, а из прочего вооружения имелся только кормовой пулемет, которого явно не хватало бы для обороны. Можно утверждать почти со стопроцентной вероятностью, что практически все подбитые Маусы, случись этому танку реально воевать, стали бы безвозвратными потерями. Эвакуация поврежденного танка такой массы была бы почти невыполнимой задачей, не слишком ли расточительно разбрасываться столь дорогими машинами? К сожалению, а может и к счастью для немцев, проверить как будет воевать Маус им не довелось. Два готовых прототипа машины были взорваны на полигоне в Куммерсдорфе при приближении советских войск. Тем не менее, из остатков двух танков удалось собрать один, который впоследствии увезли в СССР. В наши дни его можно увидеть в Кубинке среди экспонатов музея бронетанковых войск. Итак, Фердинанд Порше, пойдя на поводу, у гигантомании Адольфа Гитлера создал, пожалуй, самый бесполезный танк Второй мировой войны. Правомочно ли говорить, что силы, время и материальные ресурсы были потрачены им напрасно? Ни в коем случае. При создании Мауса было немало новаторских решений в отношении двигательных и ходовых систем танков, в электроснабжении, охлаждении и питании мотора, а также конструкции башни. Не забывайте поддержать видео лайком и подписаться на канал. Всем удачи и пока-пока.